Итак, наш домашний чемпионат Европы сегодня завершился и завершился на мажорной ноте. В воскресенье белорусская команда добыла еще одну медаль. Ирина Кривко в упорной борьбе на последнем огневом рубеже вырвала серебро соперниц. Когда смотрела трансляцию, обратила внимание, какие возгласы радости сопровождали каждую закрытую белорусами мишень. Прекрасная атмосфера в Раубичах и настоящий аншлаг. По дороге в спортивный комплекс еще задолго до первой гонки стояла вереница машина. А болельщики заполнили не только все трибуны, но и расположились вдоль трассы. И поддержка, конечно, была просто потрясающей. Это отмечали и биатлонисты в своих интервью. У нас сегодня съездить не получилось. А вот родители и друзья звонили мне уже после гонки, делились эмоциями и сорванными голосами. Словом, тоже отдали все силы на этом чемпионате. Специалисты будут еще долго анализировать его спортивные итоги. И в этом плане белорусам есть чем похвастать. Три медали, завоеванные в период смены поколений, хороший результат. Хотя, наверное, пьедесталов могло быть и больше. Где-то подкосила простуда, но где-то, будем откровенны, подкачали и сами спортсмены. Да и везение бы еще чуток без деревянных медалей, ведь так же не обошлось. А еще хорошую оценку от иностранцев получила организация континентального форума. Беларусь подняла планку чемпионатов Европы на новую высоту. Соревнования в Раубичах многие называли лучшими в истории. Фраза для Беларуси не новая. Согласно, современные чемпионаты по любому виду спорта в нашей стране проходят на высоком уровне и часто заканчиваются именно такой короткой характеристикой. Не лишним будет напомнить, что биатлон в Беларуси любят давно. И все мы, конечно, ждем в Раубичах этапа Кубка мира. И все мы, конечно, хотим, чтобы эти этапы прописались в белорусском комплексе на постоянной основе. Ну а здесь, как говорится, нет предела совершенству. Зарубежные функционеры говорят о том, что можно и расширить трибуны, и точечно отшлифовать другие инфраструктурные моменты. Словом, и без того удобный и красивый спортивный центр сделать еще более современным и масштабным. Ведь если такой ажиотаж на чемпионате Европы, сложно представить, сколько болельщиков захотят посмотреть на всех звезд биатлона в погоне за Кубком мира. Но это перспектива. А пока подведем итоги европейских стартов. Николай Стула о результатах, а не только. До открытия с поборницей устреляющих лыжников планеты, неподалеку от Минска, или поселка Раубичи, был побудованный уникальный комплекс, оснащенный самым сучастным обсталеванием. Специалисты личат, что по своих якостях, Йоннават лепший за олимпийские сбудования. Белорусы всегда ответственно подходили к проведению спортивных соревнований. В 1974 году в Раубичах состоялся первый чемпионат мира, который навсегда остался в истории благодаря удивительному ажиотажу. На Раубичских узгорках что день сбиралось больше за 100 тысяч ледачев. А мально всем протягу трассы спортсменам доводилось бегче у живым калидоры. Такой аудитории биатлон еще не сбирал николим. В 1974 году я здесь стал чемпионом мира. Это был самый, наверное, лучший чемпионат мира за всю историю. Было более 100 тысяч зрителей. Сегодня в Раубичи вернулся большой биатлон, чемпионат Европы. И я уверен, что в ближайшее время надо заявляться и на чемпионат мира в обязательном порядке. Все для этого есть абсолютно. И самое главное, внимание президента, правительства. И я еще хочу сказать, на всех мероприятиях, хоккей, что бы ни проходило. Вот недавно БАТ выиграли 1-0, но это был просто как день победы. Понимаете, все подчеркивают абсолютно культуру болельщиков Белоруссии. Болеют за всех, переживают за всех. Понимаете, награждение. Никто не уходит с трибун. Предпосылок к тому, что нынешний чемпионат Европы назовут лучшим в истории, хватало еще до старта. На это указывал, например, самый сильный состав участников, которые собрались, по их признанию, на одном из лучших биатлонных комплексов мира. В плане логистики Раубичи расположены практически идеально. 30 километров от аэропорта, 15 километров от мегаполиса. Однако при желании жить и работать спортсменом и сервисменом можно прямо на территории, в раубичских гостиницах. Сервисмены сборной Белоруссии поработали хорошо, хотя бы потому, что есть медали. У них вредная работа. Лыжи обрабатывают в масках, так как используют токсичные вещества. Сколько пар лыж вы сегодня поедете откатывать? Честно сказать, наверное, пар 60 точно. Я вижу, тут утюжок у вас висит. Объясните, для чего он? Утюг, чтобы готовить лыжи, расплавлять парафины, порошки и многое другое, чистить лыжи. Поэтому у каждого из нас есть свой конкретный утюг. Лидер нашей команды Ирина Кривко, сколько у нее пар лыж, скажем так, на балансе? У нее где-то примерно пар 25. Но в среднем у нас у каждого спортсмена минимум 15. А как показывает практика? Вот из 25 пар лыж, сколько она за год использует? Я думаю, пар 12 точно используем мы, да. На чемпионате белорусы не скрывали, что хотят произвести благоприятное впечатление на мировую биатлонную семью, принять иностранцев по высшему разряду. Спорт – часть мировой дипломатии и молодой суверенной стране заявить о себе всегда полезно. Что и было сделано. Оценки позитивные. Можем сказать, что организация прекрасна. Мы имеем здесь, в Раубиче, хорошие условия команды из 33 стран. Хорошие условия имеют по всему. Я думаю, что Раубиче записано опять в мировой биатлоне очень хорошо. И надеемся, что будем работать с организаторами и будем работать с Белорусской Федерацией. Еще что-то добавить до Кубка мира, который здесь пройдет в 2022 году. Как уже знакомо, известно, исполком это решил уже и знаем, что до марта 2022 года возможно еще что-то добавить. И говорим по поводу этого с Белорусской Федерацией, с телевидением, с организаторами. Чтобы мы имели здесь такой Кубок мира, как обыкновенно, я 100% уверен, что это так будет. Биатлон очень популярен в нашей стране, а в отдельные моменты, судя по телерейтингам, он является самым популярным, обгоняя футбол и хоккей. Но чтобы по-настоящему быть частью мирового биатлона, чтобы иметь там вес, принимать крупные соревнования обязательно. Я должен сказать, что впечатлен Раубичским стадионом, организацией, фантастика. Много людей. Удивлен, как специалисты справились с тяжелыми погодными условиями. Вообще, ваш комплекс мог бы принять даже Кубок мира. Если же говорить о чемпионате мира, то нужно кое-что изменить. Увеличить зону для спортсменов, например. Но вы знаете, что в Раубичах уже проходили чемпионаты мира с невероятным скоплением болельщиков? Я могу представить, здесь работает один итальянский тренер. Он тогда принимал участие здесь. И он мне рассказывал несколько историй об этом. Так что охотно верю. Конечно, этот чемпионат Европы показывает, где надо поменять зону. Но это все мелочи. В крупном плане этот комплекс готов принимать Кубок мира, чемпионат мира. А атмосфера на трибунах. Сравните с этапами Кубка мира. Вы наверняка на всех были и по многу раз. Но я должен сказать, что болельщики и зрители очень хорошо понимают пиатлон. И это очень позитивно. Они знают наших лидеров, конечно, белорусских лидеров. Это очень замечательно. Так что атмосфера очень позитивная для всех была. О чемпионате Европы отзывы положительные. А что в Раубичах нужно улучшить, например, для проведения чемпионата мира? Прямой вопрос главному человеку на нашем форуме, члену исполнительного комитета Международной Федерации Биатлона. Самое важное, с моей точки зрения, потому что вижу, какой популярный вид спорта биатлон в Белоруссии. Чтобы, как вы говорили уже, трибуны не хватает для Кубка мира. Это значит, здесь несколько изменений по поводу стадиона и так далее. Нужно сделать новые экраны. После реконструкции Раубичи активно двигаются к тому, чтобы в календаре мирового биатлона присутствовать на постоянной основе. Дорожная карта известна. Начинать с малого, с молодежных соревнований, с фестивалей, таких как Гонка Легенд, и дорасти до чемпионата мира. Наш спорткомплекс уже на середине пути. Сейчас чемпионат Европы, через несколько месяцев летний чемпионат мира. Следом финальный этап Кубка IBU. И, наконец, через три года у нас точно соберутся все сильнейшие на этап Кубка мира. Некоторые болельщики шутят, что уже приехали в 2022-й. С таким большим удовольствием приехали с Калининграда, с Анапы. А как такой праздник к вам не приехать? Мы будем праздновать всю неделю, до последнего вздоха, сколько скоро. Калужская область, город Томнинск. Настроение замечательное. Белорусы молодцы сделали, очень классный этап. В вашем государстве можем надеть шляпу. У нас в бане не пускают. Ровенская область, Украина. Атмосфера замечательная. Я сам смастерил эти шапки для моей семьи специально к чемпионату Европы. Здесь флаг Минской и Саксонии. Мы приехали как раз оттуда, из Дрездена. Ранее Раубичи были в зоне риска. Слишком уж нестабильная у нас зима в феврале. Январские турниры нам никто не отдаст. Они уже, наверное, навечно зарезервированы за законодателями биатлонной моды. Рупольдингом, Антхольцем, Оберхофом. Остается доказывать, что за счет новых технологий можем проводить соревнования в конце февраля. Так счастливо начавшийся чемпионат на следующий день продолжить не удалось. Снова наступила оттепель, да к тому же с дождем и туманом. На этих кадрах хроники биатлонист проезжает мимо стенда, который извещает. Чемпионат мира в 1990 году в Раубичах проводился ровно в те же сроки, что и нынешний чемпионат Европы с 18 февраля. Тогда удалось провести лишь две гонки, и снег растаял. Работники Раубичей старшего поколения тоже старались. Возили снег самосвалами. Не помогло. О снежных пушках тогда и не слыхивали. В начале чемпионата 2019 погода была похожей. Но о переносе никто и не заикался. Сработала снежная подушка безопасности. У меня последний выходной был где-то в 20-х числах ноября. Примерно такая же и у всей команды нашей. Потому что постоянно нужно мониторить погоду, и работать со снегогенераторами, с ретраками. Ну а если можно в цифрах, в кубометрах, сколько вы назапасили снега, сколько времени для этого понадобилось? И можно ли говорить, что учитывая современные технологии, в общем-то не обязательно, чтобы зима в Беларусь приходила на 3 месяца, на 3 календарных месяца. Хватит недели, хорошего морозца, плюс пушки, которые мы видим за моей спиной, достаточно, чтобы все заснежить, назапасить и потом, в общем-то, растащить ретраками. Для того, чтобы, скажем так, вот все наши трассы, плюс стадион, стадион закрыть слоем снега сантиметров 50, это надо порядка 35-37 тысяч метров кубических снега. Ну, один снегогенератор, если мороз градусов 10-12, то один снегогенератор дает сейчас порядка 100 кубометров. В течение зимнего сезона всегда неделю морозную можно будет выловить и запасы снега сделать. Для спортсменов всегда очень радостно и ценно выступать перед родными трибунами. И тем более я знаю, насколько люди, сколько эмоций вообще потратили, глядя на наши гонки. Этот чемпионат станет новой точкой отсчета для белорусского биатлона. На гонке «Легенд» в понедельник провели спорта Дарью Добручеву и Надежду Скордина. Но уже ближайшая официальная индивидуалка в среду показала, что пропасти за ними нет. Ирина Кривко после болезни все равно с бронзой чемпионата Европы. Почти шесть дней температуры, но как бы это, ну, большая нагрузка на организм. Но все-таки, как бы, ну, немножко я тоже приняла такое решение, что нужно немножко уже, как бы, разгоняться, потому что скоро чемпионат мира. И если вообще, как бы, ну, не стартовать, то, ну, вообще это будет, как бы, еще мне тяжелее на чемпионате мира. На следующий день белорусы взяли бронзу в смешанной эстафете. Это вообще редкое явление. Динара Олимбекова, Анна Соло, Роман Елетнов и Сергей Бочарников даже без лидера команды Ирины Кривко заехали на пьедестал. Долгое время вообще лидировали. Это круто. При родных прельбунах на своем домашнем стадионе мы справились, можно сказать, со стрельбой, со своими эмоциями, волнением, ну, очень счастливы. Белорус-стим! Динара Олимбекова, Анна Соло, Роман Елетнов, Сергей Бочарников. Последний день соревнований Ирина Кривко вновь заставила говорить о себе в восторженных тонах. Серебро – гонки-преследования. Это третья медаль наших на форуме. Пятое место в общем зачете чемпионата Европы. Достойно! Я знаю, что прекрасно идет работа с развитием молодежи. И это для популярности биатлона в Белоруссии очень важно. Конечно, после окончания карьеры Идарьи Домрачевой Искордина тоже, я думаю, что будет какое-то время, чтобы добраться до такого квалитета, как представляли эти две белорусские девчонки. В общем зачете наши обошли Германию, Францию, топ-состав Украины. Всего восемь стран в Раубичах завоевывали медали. Главной же звездой стал титулованный норвежец Тарье Бео. Два золота и серебро. Давно у старшего из братьев Бео не было таких победных эмоций. От болельщиков исходит просто невероятная энергетика и атмосфера. Я же не белорус, а меня так поддерживали, как и всех других спортсменов. Не везде встретишь так много поклонников биатлона. Чемпионат Европы со статусом открытого. Сюда приехали из других континентов, но законодатели МОД живут в Европе. Шведы привезли сильнейший состав, часто были на пьедестале. А их тренер, легендарная личность, в среде стреляющих лыжников Вольган Пихлер в Раубичах не заметил отличий от лучших мировых турниров. В начале недели его огорчила задержка багажа из Риги, но шведские медали затем настроение от увиденного переменили. Прекрасное впечатление. Я удивлен. Прекрасный город, красивый, чистый, из того, что я видел. Мы привезли сюда сильнейшую команду и, считаю, небезосновательно рассчитываем на хороший результат. Кроме медалей, нам важно подготовиться здесь к чемпионату мира. Биатлонисты говорят спасибо, и из Раубичи уезжают на чемпионат мира, главный старт сезона. В уверенности, что часто будут возвращаться сюда. Наш комплекс уже обозначен в календаре ближайших биатлонных соревнований, так что приобретенный опыт скоро понадобится. В главном эфире Николай Стула, Кристина Камыши и Алексей Правдиков. Ну что же, еще раз отметим, это и правда было весьма антуражно. Так и хочется сказать, скорее бы, 2022-й.